Великая цивилизация Великая цивилизация Великая цивилизация животных и птиц, нарисованных свободно, в движении, с удивительной виртуозностью. В Дерель-Медине мастера трудились в небольших бригадах, над которыми надзирал мастер, начальник работ. Этот руководитель, своего рода дизайнер, наблюдал за процессом работы от начала до конца. В Дерель-Медине были также раскопаны небольшие по размеру, но красочно расписанные гробницы мастеров царского некрополя, например, художника Сенеджема. Нам известны имена многих мастеров эпохи Нового Царства, среди которых придворные скульпторы царя Эхнатона Бак и Тутмос, скульптор Иппы при фараоне Рамзесе II. Такие художники стояли во главе царских или храмовых мастерских, а под их началом трудились обычные мастера, которые являлись ремесленниками с очень четкой специализацией, например, рисовальщики, ювелиры, каменщики, скульпторы и так далее. Скульптор, работавший над созданием рельефа или статуи, именовался по-египетски кести, что означает «рещик по кости», потому что первое изображение египтяне вырезали на костяных пластинках. Позднее появилось название «санх», то есть оживляющий, делающий живым изображение или статуи. Это название было связано с определенными религиозными ритуалами. Перед тем, как приступить к созданию рельефа или статуи, художник размечал поверхность стены или каменного блока при помощи вертикальных и горизонтальных линий. Эти линии процарапывались, иногда наносились черной или красной краской. По такой сетке было легко рисовать правильные пропорции фигуры в соответствии с принятыми правилами или канонами. Например, в эпоху древнего царства стоящая человеческая фигура должна была вписываться в шесть клеток, а позднее в восемь клеток. Соответственно, и канонические образцы существовали и для фигур животных и птиц. Правила изображения на плоскости были обусловлены особыми представлениями египтян о мире, а также тем, что в их искусстве отсутствовала перспектива. Следование канонам считалось принципом справедливости и порядка, а всякое отступление от канонов было равносильно дисгармонии и хаосу. Об определяющей роли канонов в художественном творчестве египтян говорят дошедшие до нас так называемые скульптурные модели или модели разных частей статуи – торсов, рук, ног, голов. Это были наглядные пособия для начинающих художников. Иногда на незаконченных скульптурах мы видим пометки более опытного мастера, указывающие направление дальнейшей обработки камня. Египетская скульптура, как правило, покрыта надписями. В египетском искусстве письмо и изображения органично дополняли друг друга. Ироглифические знаки, по сути, являются теми же силуэтными изображениями на плоскости – фигуры людей, животных, растения, предметы, части тела и так далее. Специальных школ для художников не существовало, они получали образование как песцы. Профессия художника, как правило, передавалась по наследству, так что сыновья постигали основы мастерства непосредственно от отца. По наброскам и уже законченным изображениям становится понятно, что египетский художник в своей работе проявлял себя скорее как график, а не как скульптор. В своем творчестве он отталкивался от линий, от рисунка, а не от объема и лепки форм. Именно в этом кроется удивительная цельность и глубина египетских художественных образов. Египетские художники использовали в своей работе толстые кисти, связанные с бечевки или с тростника, для нанесения подготовительного рисунка и росписи. Для вырезания рельефа и высекания статуй использовали каменные зубилы и молотки, а также металлические резцы. Для нанесения тонких линий использовали деревянные или тростниковые палочки заостренным концом. В эскизах и моделях древнеегипетских художников как нельзя лучше проступают основные черты египетского искусства – его гармоничность, чувство симметрии, монументальность и лаконичность. Субтитры создавал DimaTorzok